Всем привет! Меня зовут Чин. Меня зовут Ян Сы. Сегодня мы будем учить домашних животных, как кошка или собака. Молодец, хорошо. Сегодня мы будем первую фразу учиться. У меня есть одна кошка. Молодец, хорошо. Давай повтори. У меня есть... Нет. Мерные. У меня есть... И, Чи, Мао. И, Чи, Мао. И, Чи, Мао. Один кошка. И это один. Чи это штука. Черное слово ля животные. У китайского языка есть все одно слово. Ля каждые вещи, или людей, или животных. Когда про количество штука. Каждый, почти все, есть свое слово. Например, если про человек. Это К и К Жен. Про животные. И Чи, Мао. Один кошка, да? И так далее. Другие вещи тоже есть. А сегодня мы пока учим Чи. Это для домашних животных, да? Мао, кошка. Или кот. В китайский язык. Нет. Вот это. Оно. Она. Он. Меня не меняется. Если кошка, кот. У нас один слово. Мао. Если ты именно хочешь знать. Девочка или мальчика. Тогда уже сказать. Кун Мао или Му Мао. Понимаешь? Точно, да? Хорошо. Давай. Я. У Фон. Я. Мао. Уб one. Л Sug Mao. Уб. Уб. Как спросить. У тебя есть кошка или кота? Ни геро льシ ジ. Вот здесь ты не спрашивай 1,2 вопросов. У тебя есть? НИ. МАОМА Смотри, вот здесь. НИ это ты. Ю понятно, это имею. Вот смотри, у китайского языка тоже нету падежи. Поэтому мы не меняем как русский язык. Я хочу, ты хочешь, они хотят. Не меняется. Поэтому ВОЁ у меня есть, НИЁ у тебя есть, ТАЁ у её и его есть. Не меняется. Поэтому здесь НИЁ у тебя есть кошка, поэтому не меняется. НИЁ у тебя есть, МАУ-МА, МАУ-КОШКА. МА это вопросительный знак. Если к концу ставить МА, это значит, это вопросительное предложение. Понимаешь, да? Поэтому, получается, у тебя есть кошка. Давай ещё раз повтори. Спроси меня. МИЁ, МАУ-МИ-МА. Ага, МАУ-МИ. София говорит МАУ-МИ. Ну, правильно. МАУ-МИ это похоже... КОТЁНОК. 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 Это как наше симпатичное. Сказать, как котята, да. Теперь я отвечаю. УО-ЮЮ-И-ЧИ-МАУ. 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 Понимаешь, да? Хорошо. Теперь мы ещё учим этим словом. Да? Домашние животные, что бывает ещё, кроме кошка? Собака. Да. Как сказать собака? Знаешь? Ню. Собака это ню, это му, это корова, пык. Как сказать собаку? КОУ. КОУ. Повтори давай. КОУ. КОУ. Хорошо. Теперь мы выставлять, да, на предражение. София, спроси меня. НИ-Ю-КОУ-МА. УО-ЮЮ-И-ЧИ-МАУ. Теперь я тебя спрашиваю. НИ-Ю-КОУ-МА. УО-ЮЮ-И-ЧИ-МАУ. МОУ. Можно покрунче, пожалуйста? ВО-ЮЮ-И-ЛЯН... И-ЧИ-КОУ. 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 Хорошо. Хорошо, да. Как сказать...У меня есть два собака. ВО-ЮЮ-ЛЯН-ЧИ-КОУ. Угу. ЛЯН-ЧИ-КОУ. А почему сказать ЛЯН не Р? Потому что когда мы говорим про что-то, мы используем два как ля. Ну, не совсем. Смотри. Мы же учили цифры, помнишь? Один, два, три, ну, тогда, да? И ар сан. Когда, если мы про количество вещей или людей, или что угодно, да? Или что-то. Тогда нужно сказать ляң, не ар. Запомнили? На примере два кусок печенья. Ляң, куай денсин. Да? Два книжка. Ляң бэн шу. Мы же не говорили ар бэн шу. Вот так уже неправильно. Понимаешь? Да? Хорошо. Теперь я тебя спрашиваю. Ни ю ю ку ма? Во ю ю ю и ши ку. Деверес, спросите меня. Ни ю ку ма? Во ю ляң шы ку. Ну что, смотри, мы сегодня сколько учили с РОВА? Два с РОВА, какое с РОВА? КОУ, МАУ. Молодец. КОУ значит что? Собака. А МАУ? Кошка. Хорошо. Еще мы учили при дорожении, как, спросите, у тебя есть что-то? Как сказать? НИЁ. НИЁ что значит? У тебя есть? Да. А как сказать у меня есть? М-м-м, у Ё. Молодец. Хорошо. Ну что, запомнили? Да? Сегодня несрочный урок, правильно? Ну, ладно. Всего, сети, живого. Надо себя делать еще раз. Пока-пока, 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 пока-пока. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...